Сегодня был трудный день. Начался он с того, что вчера. Так, что было вчера? Мы поехали в Петрозаводск из Вологды, и в поезде я там что-то наговорил, выставил какие-то видео, интернет был очень медленный. Но, правда, вот второе видео, которое уже было прямо вчерашним, то есть первое видео было позавчерашним, которое я просто не выставил позавчера, а выставил вчера прямо в поезде, потому что, в общем, я это всё говорил уже. И, да, я без своей кофты, потому что я её оставил в Питере, а другую одежду я не хочу надевать, чтобы не расстраивать свою кофту. И, в общем, было тяжело. Я не понял почему, но мне не удалось поспать в поезде, в первом, до Волховстроя, а во втором я заведомо не мог спать, потому что там сидячий поезд. И между ними ещё было два часа, и я просто эти два часа, ну, играл там, играл в карты. И потом было как-то совсем тяжело, я не знаю, было очень тяжело, вот когда ночью так не поспишь, и едешь, и едешь, очень-очень тяжело бывает. И мне было как-то ещё досадно, потому что люди как-то нормально могут жить, а я вот, у меня проблемы какие-то с носом, что я не могу просто поспать. Я начал всё сваливать на нос, и даже хотел сходить в больницу и попросить сделать операцию поскорее. А потом, пока занимался, я всё-таки занимался сегодня, мне пришла в голову идея побольше прочитать, точнее, не побольше прочитать, а просто попросить, чтобы мне кто-нибудь сломал нос и поставил прямо там какую-то штуку. Я не знаю, у меня там какая-то штука кривовато стоит, я думаю. Я, конечно, супер носовой эксперт, супер лор. И, в общем, я начал искать в интернете, оказывается, что вот это вот то, что называется ринопластика, позорная, которую делает красивый нос, они там и ломать могут нос тоже. Вот, я прямо в нос говорю всё время. И я подумал, вот хорошо. Надо будет, кстати, я хотел посмотреть, бывает ли ринопластика по ОМС, но если нет, то и нет. Но нет, и суда нет. На самом деле, я думаю, что я простудился в Вологде немножко, и из-за этого мне было ещё труднее спать, чем обычно вот в поезде сегодня. И, кстати, когда я здесь ещё поспал в общаге, я понял, что у меня что-то совсем нехорошо, у меня что-то с ухом стало, с ухом стало. Оно подглохло как-то и зазвенело. Ну, в общем, как при простуре. И тогда я подумал, что не буду, ну, я не завтракал до этого, я подумал, что не буду ещё обедать. И, в общем, пока до ужина дошло дело, у меня как-то, в общем-то, всё и подпрошло. И вот у меня был ужин нормальный. Хотя я даже боялся, что опять перестану есть, и будет грустинка. Ладно, какие-то неприличные выражения у меня всплывают. Но я где-то это видел в комедии Woman, что одна девушка сказала, что это не встреча, а грустинка. Вот какая у меня память хорошая. Посмотрел фильм, который называется «Сердцеед». Мне понравилось. Единственное, что вот это вот, когда играли первую балладу Шопена, и персонаж сидел в зале и как-то крутил руками, как будто бы он... Я даже не знаю, что это за прикол такой, на самом деле. Я просто не знаю, как на это реагировать. Вот когда показывают такой прикол, мне просто меня это смущает, а ещё пугает, потому что я хочу ещё играть эту балладу. А там исполнение, как бы, я не знаю, в общем. Мне бы не хотелось прямо запоминать, что там делали в том исполнении. Ну, кстати, интересно, что последние аккорды мне говорили, что они должны быть гораздо медленнее, чем я играю. А я-то как бы их считал так, как в нотах написано. А вот здесь вот в фильме их тоже сыграли очень медленно. Сейчас ещё смотрел про коронавирус. Я-то хотел поехать в заграничные какие-то командировки по интересным делам. А сейчас всё говорят, что не надо, не надо. И я думаю, может, действительно не надо. Только я там взносы какие-то заплатил. А вот если сейчас не надо, мне будет жалковато. А ещё мне позвонил человек в полвторого ночи. И я так... А чего ж ты так поздно звонишь-то? Но я ещё не спал в тот момент. Ладно. Может быть, когда-то и буду спать всё-таки.